Всех приветствую на нашем канале. Частый вопрос, в чем отличие BCAA 2.1.1 от 4.1.1, 8.1.1 и даже бывает 12.1.1, а также различные изощренные формулы, типа как у Гаспаре, по-моему, было BCAA 3, 4, 2, что-то такое, какие-то изощренные, в общем, сочетания и так далее. На самом деле все очень просто. Так как BCAA это у нас 3 аминокислоты, лейцин, изолейцин и валин, так вот соотношение этих 3 аминокислот друг к другу, это и есть их формула. Классическая считается 2.1.1. Вот здесь откидываем десятые, получается 4 грамма, 2 грамма, 2 грамма. То есть соотношение всех 3 аминокислот и как раз есть 2.1.1. Считается, что чем больше вот этой первой аминокислоты, лейцин в формуле BCAA, тем круче BCAA, тем больше у них эффект, тем больше они анаболический ответ вызывают, больше рост мышечной массы вызывают и так далее. Поэтому производители начали делать различные формулы 4.1.1, 8.1.1, 12.1.1. По-моему, 12.1.1 это в формуле modern BCAA или там 8.1.1. Но смысл не в этом. Смысл в том, что разные формулы есть. Поэтому в этом и отличие. Но мы пробовали практически все формулы 2.1.1, 4.1.1, 8 и так далее. Особой разницы, прям ощутимой никакой нет. По сути, мне кажется, это все маркетинговый ход. Поэтому стандартная считается классическая формула 2.1.1, вот как в данном случае в этих аминокислотах Макслеровских. Она превосходно работает. Поэтому, если вы видите, например, 8.1.1 и 12.1.1 намного дороже. Но я считаю, смысла переплачивать нет. На практике это практически не ощущается. Если, конечно, хочется попробовать, то можно взять. Но вот мы на своей практике разницы никакой не ощутили. По крайней мере, видимой разницы никакой нет. Возможно, она есть на каком-то микроуровне, который не чувствуется. Но видимой разницы никакой нет. Я считаю, что переплачивать смысла нет. Классическая формула идеально работает. В принципе, все по этому вопросу. Если остались какие-то у вас вопросы, задавайте в комментариях. Все, всем пока.